Привет, друзья! Меня зовут Тимур, я основатель студии Синдром Тату. Также мы официальные представители компании InkMessions в России. Сегодня я расскажу вам о самых часто задаваемых вопросах, связанных с продукцией InkMessions. Так как мы продаем эту продукцию по всей России и последние шесть лет накопилось очень много вопросов. Мы решили снять небольшое видео, чтобы ответить на самые популярные из этих вопросов. Итак, один из самых популярных вопросов возможно ли работать на этих машинах модульной системой и как подготовить машину для работы на модулях. Это элементарно. Для того, чтобы подготовить машину, первое, что нам необходимо сделать, это изъять возвратную пружину. Она находится с правой стороны под пластиковой заглушкой. Для того, чтобы ее изъять, нам необходим ключ 1,3 мм. Этот ключ не идет в комплект к машине. Его нужно приобретать либо отдельно где-то искать, либо покупать фирменный набор всех усиленных ключей. Соответственно, берем ключ, выкручиваем винт, вынимаем заглушку и с нижней части машины выскакивает тонкая возвратная пружина. Удаляем ее. Для чего это нужно? Чтобы убрать двойное сопротивление, так как в модуле есть свой возвратный механизм и возвратный механизм машины становится излишним. Мы убрали возвратную пружину, тем самым машина перестала возвращаться. Второй момент, который желательно сделать, это заменить пружину под колпачком регулировки жесткости. Для этого нам нужно сдернуть колпачок, выкрутить фиксатор. Под ним будет стандартная пружина. Эту пружину мы меняем на более жесткую пружину для картриджей, маркировка 79. Соответственно, устанавливаем 79-ю более жесткую пружину на место базовой. Вставляем колпачок до щелчка. Теперь машина полностью готова для работы на картриджной системе. Мы работаем на модулях CT-Edge, но в принципе можно использовать любые, кому какие больше нравятся. Сейчас я, собственно, продемонстрирую, как это должно работать. Устанавливаем держатель, устанавливаем картридж. Режимный механизм нам, в принципе, не обязательно уже использовать. В качестве блока питания мы будем использовать беспроводную станцию РПС-600. Все от тех же InkMessions. Ну и, соответственно, пожалуйста, машина работает прекрасно с любыми видами картриджей. Немножко в этаже. Нормальный рабочий диапазон на этих машинах это 9-11,5 вольт. Это нормальный рабочий диапазон, в котором двигатель машины будет служить долго. Любая из этих машин периодически требует небольшого ТО, так как в каждой из машин есть элементы, которые со временем изнашиваются. Сейчас немножко расскажу об этом. Три основных элемента, которые необходимо с периодичностью раз в год, раз в полтора года менять, это возвратная пружина, пружина регулировки и амортизирующая подушка, которая находится внутри механизма. Так как мы являемся официальным дистрибьютором InkMessions в России, мы предоставляем такие услуги, как гарантийный ремонт, постгарантийный ремонт. По всем сервисным вопросам всегда можно обратиться к нам. Либо приехав лично в студию, либо оформив заявку на нашем сайте syndromshop.ru, мы всегда вам поможем. Один из популярных вопросов, для чего нужна регулировка жесткости в этих машинах. Ошибочное мнение, что регулировка нужна для того, чтобы сделал два оборота вправо, красим тени, три оборота влево, делаем контура. На самом деле это не совсем так. Регулировка жесткости на этих машинах нужна для того, чтобы каждый мастер мог отстроить машину под свою скорость и свою технику нанесения. Кто-то привык работать жестким инструментом, он может взять эту машину, отрегулировать ее под ту жесткость работы, к которой он привык, и на этой регулировке наносить как тени, так контура, так и покраса. И также есть мастера, кто привык работать мягкими машинами. У него также есть возможность отрегулировать эту машину помягче и выполнять все те же самые работы. Самое жесткое положение по часовой стрелке до упора. Обязательно не забыть сделать пол-оборота назад. Машина будет работать без всяких лифтов в полную мощность. Для того, чтобы смягчить удар, противоположную сторону против часовой стрелки ослабляем, постепенно найдя ту мягкость, с которой комфортно работать. Также один из самых простых и популярных вопросов в отличие Dragonfly от Stingray. Соответственно, в чем разница, для чего они нужны? Начнем с Dragonfly. Dragonfly более мягкая машина. Она подойдет мастерам, которые привыкли работать в таких направлениях, как акварель, реализм, грейвоши, тот же самый чекана. То есть это покрасочник. Им можно вполне делать линии, но достаточно медленно. Для людей, кто работает в графике, конечно, больше подойдет Stingray. Основные предназначения Stingray – это работа с линиями, работа с плотными покрасами и доводочные работы. То есть эта машина разрабатывалась как машина для линий. Идеально подойдет тем, кто работает в linework, dotwork, традиция, японский стиль. То есть там, где нужно много контурить и много плотно красить. Также обе эти машинки отлично подходят для нанесения перманентного макияжа. Сказать, какая больше для этого подойдет, невозможно. Это зависит от техники нанесения. То есть кому-то нравится Stingray, кому-то нравится Dragonfly. Вообще эти две машины отлично работают в паре. Поэтому рекомендую заиметь обе. Машинки серии X2, мы сейчас говорим про Dragonfly, имеют регулируемый эксцентрик. То есть каждый может самостоятельно выставить вылет иглы 2,6 мм, 3,7 мм, либо 4,5 мм. Кому какой больше нравится. Как это правильно сделать, вы сможете посмотреть в русском руководстве, которым мы комплектуем каждую машину. Здесь подробно, красочно все описано. Stingray более универсальная машина. Если на Dragonfly у нас есть возможность регулировать ход иглы, регулируя вылет на эксцентрике, со Stingray немножко другая история. Отдельно к машине можно приобрести 4 разных эксцентрика. Каждый из этих эксцентриков имеет отличительную форму. За счет этой формы меняется не только вылет иглы, но и амплитуда удара. Объясню более просто. Если мы возьмем 4 разных Stingray, установим 4 разных эксцентрика, мы на выходе получим абсолютно разные машины. Например, есть эксцентрик синего цвета. Он имеет ярко выраженную овальную форму. За счет этого будет удар максимально мягкий. То есть эта машина станет больше покрасочной, нежели контурной. Есть эксцентрик зеленого цвета, 3 мм. Он имеет ярко выраженную форму капли. За счет каплевидной формы удар будет максимально резкий. Установив этот эксцентрик на Sting, мы получим идеальную контурную машину. Но при этом работать с какими-то тенями станет намного сложнее. Более подробно всю эту информацию вы можете узнать, связавшись с нами, опять же, либо по телефону, либо на нашем сайте. Ссылки будут в описании этого видео. Также хочу сделать акцент на беспроводной станции РПС, которая позволяет работать на этих машинах при помощи аккумуляторов, исключая все провода. Это очень комфортная система для тех, кто любит максимально комфортно работать. Также один из популярных вопросов, как правильно смазывать машину и с какой периодичностью. Так как одна из самых популярных поломок – это залитые двигатели маслом. Поэтому смазывать машину рекомендую при ежедневной плотной работе не чаще, чем один раз в пару месяцев. Открываем масленку. И, соответственно, 4 прорези, покаплив каждую. И одну каплю в ходовую часть под баёк. Этой смазки вполне достаточно. Это нужно повторять не чаще, чем один раз в пару месяцев. Это при условии, если вы плотно работаете. Это как раз тот случай, где много хорошо – тоже плохо, поэтому чистить с этим не нужно. Далее мы берём колпачок регулировки, возвращаем его на место и вставим его, фиксируем до щелчка. Итак, я ответил на самые популярные вопросы. За более подробную информацию вы всегда можете связаться с нами. Опять же, ссылки все в описании. Номер телефона вам известен. Всем удачи и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok